Всем привет! Это сайт Саченко Биз. Меня зовут Игорь. Сегодня поговорим о таком дополнении для Cinema FOD как плагин EVGrowwer, который необходим для одной цели. Выращивание растительности, выращивание плюща на каких-то геометрических поверхностях. Плагин абсолютно бесплатный, доступен для скачивания по ссылке под видео, по ссылке в описании. И начнем, собственно, с его установки, так как на форумах мне приходилось читать, что это у многих вызывает почему-то проблемы. Открываем скачанный архив, который так и называется EVGrowwer Zip. В архиве лежит две версии плагинов для 12 и для 13 версии Cinema FOD. Под 12 версию, соответственно, устанавливаем EVGrowwer 12.0. Под 13 версию и выше, 14 и 15, по крайней мере точно, устанавливаем EVGrowwer R13. Хотя многие жаловались на то, что эта версия не работает в R14 и R15, на самом деле, в принципе, проверена, она абсолютно рабочая, никаких проблем не вызывает. Значит, плагин устанавливается элементарно. Открываем необходимый архив. Открываем папку с установленным Cinema FOD. Обычно это Program Files. Program Files Maxon Cinema FOD. Папка Plugins и разархивируем сюда папку EVGrowwer. Все, больше ничего делать не надо. После этого перезапускаем Cinema FOD, если он был запущен. В пункте Plugins появится значок EVGrowwer. Так, создадим для начала какую-то простейшую геометрию. Пускай это будет Plane. Повернем ее в направлении плюс Z. Немножко поднимем и растянем. Ну и добавим сюда для начала какую-либо текстуру. Хотя это, в принципе, делать необязательно. Например, текстуру кирпича. Пускай это будет кирпичная стена. Значит, как работает плагин? Все элементарно. Заходим в Plugins, выбираем EVGrowwer. Какое-то время плагин подгружается, после чего внизу появляется, открывается его вкладка. Пункт General нам, в принципе, абсолютно не нужен. Что здесь есть полезного? Можно создать какие-то свои пресеты из настроек, после чего их быстро подгружать. Либо сбросить все настройки на заводские, на дефолты. Вкладка Growth отвечает за выращивание. Значит, для того, чтобы вырастить ключ на какой-либо геометрии, в данном случае на кирпичной стене, необходимо выделить ее в диспетчере объектов, после чего щелкнуть по появившейся вот здесь вот кнопке EVGrowwer и поставить начальную точку, из которой, собственно, этот ключ будет расти. Для этого необходимо два раза кликнуть, сделать двойной щелчок по вот этой вот геометрии, после чего нажать кнопку Grow или вырастить ключ. Ну, вот, в принципе, процесс виден на экране. Когда количество веток становится достаточным, нажимаем Stop Growing. После этого переходим в вкладку Birth рождения и нажимаем кнопку Give Birth. Все, alright. В принципе, если не лезть глубоко в настройки, вот такой вот результат по умолчанию уже можно получить. На рендере выглядит довольно неплохо, учитывая, что здесь как бы нету никакого дополнительного освещения, ничего. Это абсолютный рендер по умолчанию. Выглядит довольно правдоподобно. Значит, буквально вкратце пробежимся по настройкам, посмотрим, что в них есть. Удаляем группу Eevee, которая создана автоматически, удаляем пока ненужные текстуры. Итак, опять нажимаем кнопку Heavy Grover. Смотрим. Branch Size отвечает за размер ветки. Leaf Size отвечает за размер листа. Leaf Density отвечает за плотность листов на ветке. Сейчас каждый параметр в отдельности показывать не буду, так как с этим всем можно экспериментировать, подбирать нужные вам значения. Это касается вкладки Birth. Рождение. Во вкладке Growth настроек немножко больше. Во-первых, можно поставить галочку Stop Add и, я не знаю, там пойти курить, ставить самовар, пока ваш ключ будет выращиваться. То есть здесь можно задать предельное количество ветвей, после которого программа остановит цикл выращивания. Если этой вкладки нет, растить она будет до того момента, пока вы не нажмете Stop Grow. Primary Weight, Random Weight отвечает за вес веток. То есть чем он больше, тем соответственно больше ветки будут клониться вниз. Чем он меньше, тем выше они будут расти по стене. Gravity Weight, в принципе, значение, которое влияет на процесс точно также, это гравитация. В принципе, в более глубокие настройки, я думаю, можно не залазить, потому что они вряд ли вам, в принципе, понадобятся. Любую из этих настроек можно подобрать путем экспериментов посмотреть, что получится. Дальше идут системные настройки, которые отвечают чисто за то, как плагин будет выглядеть в окне редактора. Это цвет точки, цвет сплайна, цвет ветки, прочее, прочее. Здесь больше не нужно ничего. Единственный глюк, который был замечен во время использования этого плагина. Может быть, это не глюк. Может быть, так было задумано авторами. Если у вас, например, так, давайте создадим какую-то геометрию. Есть группа, состоящая из двух каких-либо фигур или более, на которой надо вырастить этот плющ. Так, давайте объединим геометрию в группу. Если вы выделите какой-либо один объект в группе, после чего опять выберите плагин и попробуйте поставить точку. Нажимаем Draw EV. Нет, в этот раз все работает. В принципе, приходилось сталкиваться с такой вот ошибкой, когда при выделении объекта в группе и попытке что-либо с ним сделать, точка просто не ставилась. То есть, плагином было невозможно воспользоваться. В этом случае нужно просто выделить корень группы, то есть 0 объект, поставить точку и тогда плющ будет выращиваться по всей геометрии, которая входит в группу. В принципе, больше никаких сложностей с этим плагином возникать не должно. Он довольно элементарный, абсолютно бесплатный, ну и в некоторых вещах очень даже полезный. Скачивайте, пользуйтесь. Всего доброго, до встречи!